А без воды, как говорится, и не туды, и не седы. Но не только о воде пойдет речь у нас в студии Мария Ющенко. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с общих вопросов. Немного о развитии поговорим. Какие все-таки у нас стратегии, как развивается ваша категория, куда идет и так далее. Если есть секреты, с удовольствием мы их послушаем. Для начала, наверное, обозначу основные моменты по каждой из категорий моего департамента. В первую очередь в крепком алкоголе активно развиваются современные категории напитков, такие как виски и джин. В пиве тенденция очень схожа. Также большое влияние приобретают премиальные нишевые категории товаров, такие как импортное пиво, крафтовое пиво и вкусовое. Также активно развивается безалкогольное и нефильтрованное пиво. Что касается вина, здесь мы видим тренд в сторону увеличения продаж сухих вин. Активно растут игристые вина, но виден очень большой диссонанс в структуре потребления между мегаполисами и остальными регионами. Ну и последняя категория, но не менее важная, это безалкогольные напитки. Основным драйвером роста в данной категории выступают энергетики, колы и значительный тренд последних нескольких лет категория тоники. Мы считаем, что это прорыв прошлого и текущего года. Скажите, а вот в безалкогольных напитках тоже эта тенденция, что разница между мегаполисами и там, ну скажем, более мелкими городами, да? Или это только в алкогольной продукции? Мне просто очень интересно, да, какая там разница, в чем же суть? На самом деле различия есть практически по любой категории, но в вине оно более ощутимо. Если говорить про безалкогольные напитки, то в мегаполисах больше употребляют воды, причем воды минеральной. Если мы говорим про регионы, там идет распределение в сторону соков, например, и более сладких газированных напитков. Подсластить жизнь на окраине, можно так сказать? Подсластить жизнь хочется везде. Хорошо, давайте, наверное, идем дальше. И все-таки на тему сладости пытаемся подсластить себе не только жизненное интервью. ЗОЖ все сейчас как-то модно стало, да, смотреть в том направлении, и тенденция, наверное, прослеживается по снижению спроса на сладкие напитки. Вот что можно об этом сказать? Есть ли вообще тенденции? В целом я бы не сказала, что продажа сладких напитков снижается. Эта категория активно растет. Но внутри этой категории есть такие же сладкие напитки без сахара или с пониженным содержанием сахара. И мы действительно видим, что такой тренд существует, они активно развиваются. Более того, основные производители очень интенсивно поддерживают этот тренд на ЗОЖ и выпускают новые продукты, и, соответственно, их интенсивно поддерживают. Но ведь это не только слоганы помогают, да, и надписи, что вот без сахара, но и упаковка наверняка. Есть ли изменения какие-то в тренде, есть ли тренды какие-то по упаковке? По упаковке каких-то явных трендов мы не наблюдаем. Сейчас в целом в мире, естественно, на Россию это оказывает влияние дефицит алюминиевой банки. Поэтому есть некоторое перераспределение продаж в пользу PET-бутылок. Это абсолютно объективная картина. Ну и, конечно же, появляются новые виды упаковок, которые приходят в напитки из других категорий. Например, гуаллопаки, которые давно используются в детском питании, сейчас активно развиваются в смузи, в пюре. Появляются интересные упаковки для воды, тетропаки. Но пока это незначительные продажи и большое влияние на категорию не оказывают. Ну и еще, наверное, ну можно сказать в тему упаковки. Есть же те напитки, которые необходимо в холодном месте хранить, да, вот это вот холодное содержание. Об этом поподробнее скажите. Как магнит с этими делами, ультрафреш, да, в напитках, как получается сохранять, я не знаю. Для меня далека от ультрафреша, на самом деле. Мне хочется узнать, что это вообще. Ну, у нас есть в ассортименте напитки, которые требуют особых условий хранения. В основном это квас, и сейчас появляется все больше соков. На текущий момент мы их представляем в нашем холодильном оборудовании, но активно обсуждаем с нашими партнерами возможности для дальнейшего развития категории и интересные решения для размещения. Ну и, кстати, вообще о развитии, наверное, будем финалить такими перспективами, да. Какие направления, куда идете, расскажите, поделитесь. Мы видим значительный потенциал в области оптимизации выкладки продукции. За последнее время мы провели пересмотр планограмм в соответствии с деревом принятия решений для улучшения визуального восприятия категории и упрощения выбора покупателей. Тем самым это будет способствовать созданию позитивного покупательского опыта. От наших партнеров мы ожидаем поддержки в этом вопросе и обязательное соблюдение планограмм. Спасибо вам большое. Пусть партнеры вас услышат, ну а покупатели бегут стройными рядами. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!